Приветствую вас! Вы знаете, я, наверное, обратил бы ваше внимание на то, что вам плохо без человека, да, то есть вот вам именно плохо без мужчины. Вот вы говорите, что вы пытались расстаться, да, но для него вам плохо и раздельно не получается. Мне кажется, что имеет смысл вот этот момент рассмотреть. То есть почему вам плохо без человека и вследствие чего вы, там, условно говоря, боитесь его потерять, но боитесь, не хотите, не хотите его потерять вследствие чего. Мне кажется, что это очень важная история, очень важный момент, потому что вы в какой-то степени, получается, зависимы от человека. Вы находитесь в эмоциональной зависимости от него. Зависимость здесь, это определённая потребность, вот, то есть у вас есть определённая потребность, и именно с ней, на мой взгляд, нужно работать. Именно с этим. То есть именно с своей потребностью, с тем, что вы хотите, с тем, что вам нужно, с тем, в чём вы, например, нуждаетесь. Вот. Это, наверное, первое, на что я хотел бы обратить внимание. Дальше. Дальше. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше. То есть, заключается в том, что вы, судя по тому, что пишите, не можете, не способны, принять человека таким, какой он есть. То есть вот, грубо говоря, мужчина, вот он такой, да, мужчина, вот он такой, у него такая позиция, у него такой характер, у него такой склад, у него такой темперамент. И он может быть и рад бы быть другим. Вот. Может быть он и хотел бы быть другим. Но он не может быть другим. А вы от него по большому счету этого требуете, требуете. Вот. Вот. И возникает вопрос. Возникает вопрос. Почему вы требуете от него, чтобы он был тем, может быть, кем он не является? А означает ли это, что вам для чего-то это нужно? То есть вам нужно, чтобы он был кем-то определенным. А означает ли это, что вы в чем-то нуждаете? А может быть дело в чем-то еще. Но очень желательно разобрать этот момент. Очень желательно разобрать этот момент, очень желательно понять это. Потому что, ну вот сейчас, вот именно сейчас, на данный момент вы не способны принять человека таким, как он есть. И ваши проблемы, они, в частности, вот из-за этих аспектов двух глобальных. Дальше, значит, вы пишите, что у нас все очень быстро загрузилось и погрузилось в рутину. Ну, возникает вопрос. Да? На мой взгляд. Возникает вопрос. Случайно ли у вас все погрузилось в рутину? Случайно ли у вас все погрузилось в рутину? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, если погрузилось в рутину, значит, это было не случайно. На мой взгляд, если погрузилось в рутину, значит, вы, ну, в той или иной степени хотели этого, в той или иной степени желали этого, стремились к этому. Вот. И, соответственно, это вопрос к вам. Что вам интересно, например, вообще. Да? То есть, насколько вам, к примеру, интересно то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Да? Насколько вы ориентированы, условно говоря, в своей жизни и так далее. То есть, это вот все те моменты, на которые вам, ну, нужно, на мой взгляд, обратить внимание. Потому что, то, что случилось, да, то, что произошло, это следствие, вот, данных аспектов. И, с одной стороны, у этого есть причины, а с другой стороны, вы можете это, условно говоря, подкорректировать, вот, ну, если, если вам этого хочется, понимаете? Понимаете? Поэтому определиться здесь нужно только с тем, чего вы хотите, вот, чего вы хотите, в чем нуждаетесь и так далее. Вот. Ну, так, по крайней мере, я вижу ваш вопрос, то, что вы пытаетесь, ну, условно говоря, насчет молодого человека своего говорить, да, то, что вы, ну, то, что вы про него, вот, говорите, что он, вот, такое-то, 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 ведет себя, вот, ну, так-то, так-то, вот, то это, просто идет, к сожалению, отрицание, отрицание его, как личность, как личность, вот. Я не говорю, что вы должны его принять, я не говорю этого. Но, я думаю, что вам стоит определиться, как вы к ним относитесь и что вы к ним чувствуете пока что. Речь идет исключительно о потребностях, то есть, ну, это вот, то, что я вижу, по крайней мере. И очень важно, чтобы этого все-таки не было, вот, ну, на мой взгляд. Дальше, вот, постоянные скандалы, впечатливые, да, то есть, постоянные ссоры у вас имеют место быть. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь вам имеет смысл поисследовать психологическую игру, скандал. Здесь вам имеет смысл преследовать данную психологическую игру для того, чтобы лучше увидеть себя, для того, чтобы, может быть, несколько лучше понять себя, вот. Ну, то, что я могу сказать сейчас, сейчас, это то, что люди все-таки, как правило, когда боятся в некоторой степени близости любого вида, да, как духовной, так и сексуальной. Вот. Значит, просто многодетность мне без отца думает, а из-за этого у него нет никакого понятия общения с женщиной. Ну, опять же, да, вы же выбираете такого человека, получается, что не несете ответственностью с одного, с кем вы встречаетесь. Вот. Далее, вы пишете, он не несет сюрпризы, ни один праздник не прошел нормально, дело не по бархе, а его отношения. Ну, как может, так относится. Человек не изменится до тех пор, пока он, условно говоря, сам не придет к какому-то пониманию, что он, условно говоря, до сих пор не пришел, к этому пониманию, да, вот, то, ну, скорее всего не придет уже, вот. И здесь, опять же, ну, вопрос только к вам. Да, вопрос именно, именно и только к вам, чего вы хотите, вот. И как вы, вот, ну, как вы, как вы считаете сами, сами, какими должны быть ваши, ну, взаимодействия, условно говоря, условно говоря. Вот. Я думаю, ну, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. То есть, с одной стороны, я понимаю, с одной стороны, я понимаю, что вам не приятно это все, с другой стороны, ну, вы выбираете человека, вы сами без него не можете, и получается, что именно к такому человеку вы тяготеете, вот. Ну, очевидно, что вопрос, он, как бы, как бы к вам, вот, очевидно. Вопрос к вам, вопрос к вам, и к тому, что именно вам нужно в этой ситуации, вот. В чем именно вы нуждаются, вот. Такой вот, в принципе, я думаю, можно дать вам ответ на вопрос, который, 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 вы задаете, вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам мой ответ понравился, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Обязательно почитайте про созависимые отношения, и на самом деле, больше нужно думать о себе. Точнее, вы о себе думаете, но исключительно через него, через другого человека. Что случилось бы? В общем, спасибо. Это было places. Смотрите. Продолжение следует...